Всем привет, друзья! С вами наша прекрасная экспертно-блинная рубрика Вратарский блин с Сергеем Борисовым Привет! Привет, Серега! Сегодня мы находимся под крышей парка Легенд и Ледового дворца ВТБ, за что им спасибо При поддержке самого крутого паблика ВКонтакте, Хоккейная империя, на который вы просто обязаны подписаться Серега, ну, наверное, самый долгожданный такой и ожидаемый вопрос Сколько поднял за чемпионат мира? Нормально я поднял, это же как бы лишний кошелек, почему такие вопросы? Ты практически сразу, не раздумывая, угадал, что первыми будут шведы, вторые канадцы и третий наши Ну, не раздумывая угадал, я думаю, это больше про что-то другое ты сейчас говоришь Потому что, когда я об этом говорю, то, что шведы выиграют этот чемпионат мира, значит, я чем-то руководствовался Все мы прекрасно знаем, что у нас нынешний олимпиад, который будет в 2017 году, не будет НХЛ Ну, пока же такое решение Соответственно, те команды, которые могут, и было у них желание собрать сильнейший состав Ну и вот шведы, которые давно не выигрывали чемпионат мира, привезли очень хороший состав То есть перед чемпионатом мира, когда мы с тобой разговаривали 3 мая, то есть состав этот уже был, мы его посмотрели, полистали, посмотрели Шведы сразу взяли, получается, сколько там, 16 игроков из НХЛ 16 игроков из НХЛ И было двое в заявке, или трое в заявке игроков из КХЛ Ну, соответственно, ждали они подкрепления Также посмотрел я и на игру Нью-Йорк Рейнджерс в этом сезоне Прекрасно понимал то, что, к сожалению, финал нам не светит От чего было обидно, но с другой стороны понимал то, что Если приедет Лунквис, то все вопросы по поводу обороны должны сняться будут в сборной Швеции И даже не только это его игра, сколько это харизма, сколько это такая опора в обороне Ну и плюс та оборона, которая была, это ведущие защитники национальной хоккейной лиги А это ведущие игроки Поэтому, исходя из этого, я и делал выбор То, что шведы могут привести самый сильный состав, который только возможно на данный момент канадцы Но канадцы все-таки не так серьезно относятся к чемпионату мира Тем более, они и так чемпионы мира, они и обладатели Кубка мира, они и олимпийские чемпионы Поэтому сильно биться за этот чемпионат мира, который проходил во Франции и в Германию Ну, я думаю, вряд ли они желали бы Ну, а у России какой вариант? Все-таки у нас есть хороший состав, есть хорошие игроки Но 2-3 состава таких мы собрать не можем И плюс проблема, о которой мы говорили, да, это проблема в обороне И поэтому все так разложилось совершенно спокойно То, что шведы обязаны были выиграть, канадцы вторые и третьи наши Человек, который помог шведам выиграть золото, это Лунг Ис психологически дал своим парням, поднял их Это было слабое звено, потому что там Виктор Фаст был и, по-моему, Эдди Лаки из Каролины Но это единственное слабое звено было сборной Швеции И, конечно, с приездом Лунгкеста, во-первых, эта позиция укрепилась, как я сказал, как в плане игровом, так и в плане психологическом Все-таки, когда дядька на воротах, которому все будут помогать И который сам в любой момент поможет команде И поэтому, как я сказал, все сложилось воедино Ваня Иванов как бы спрашивает Канада перегорела на финал или это шведы были так сильны? Это шведы были настолько сильны, канадцы не могут перегореть Просто посмотреть, как играла сборная Швеции Насколько рационально и четко они действовали, во-первых, в обороне Если мы посмотрим, когда канадцы только начинали давить соперника Вот этот мощный прессинг, кросс-чекинг, его не все любят применять, но где-то запрещено Но вот когда они начинают давить соперника Тремя игроками, один с фланга, другой по центру загоняет игрока И третий перекрывает дальний борт Насколько шведы грамотно играли? Никакой паники совершенно не было То есть прикрыл корпусом, посмотрел, где партнеры Либо сделал передачу, либо прокинул ее в борт Причем прокинул не так, где закрывает уже канадский игрок А в стекло, чтобы шайба вылетала вверх И, соответственно, выстраивает свою оборону Это все было очень видно, это все было показано Как надо играть в оборону Как играют ведущие защитники К чему нужно стремиться И поэтому просто канадцы, когда имели свои возможности отличиться Половина, во-первых, поймала Лунгкл Половина поймали на себя сами игроки сборной Швеции Ну и вот, опять же, шведы выиграли чемпионат мира Смотри, ну наши-то шведов обыграли Где? В группе? Да Когда в первом матче? Да Когда шведы приезжали, находился из парка, с детьми погуляли Приехали в парк на игру Ну, о чем мы говорим? Причем, если это первая игра Шведы тоже только собрались Им нужно было вкатиться в этот турнир Только плохая лошадь начинает с голуб Все мы прекрасно об этом знаем Шведы сыграли, проиграли Они и американцам проиграли на групповом этапе И постепенно, постепенно набирая форму к решающим матчам Потому что кто сомневался, что шведы выйдут из группы? Никто? Никто, правильно Они готовились к матчам плей-оффа Чтобы там уже быть во всеоружии Тот же, например, Ваня Иванова говорит Что команда Знарка всегда хорошо держала счет А тут с 0-2 проиграть Это Знарок уже не тот? Или точечная ошибка? С кем мы держали счет? Я не могу понять С кем счет держали? С итальянцами? С словаками? С датчанами? С кем мы счет держали? Ну, видимо, Ваня имеет в виду Не знаю, может быть В клубную работу В СКА, в Динамо Не, ну, он спрашивает про канадцев Которому 2-0 ввели Вопрос, опять же Вопрос Не держа Не счет Это чемпионат мира Проблемный Опять мы к этому возвращаемся Постоянно Проблема Это игра в обороне Игра не только защитников конкретно А всей команды Посмотрите, как в третьем периоде Во-первых, мы пропустили гол Из-под носа В самом начале Что делать было нельзя И тренер всегда об этом говорит Ну, пропустили И как только мы пропустили шайбы Наша игра просто разрушилась Мы стали паниковать Мы стали бегать Отбрасывать со шайбы Мы стали терять игроков Мы стали по двое бегать На одного игрока Мы начали спасать родину Но вот в это нас изгубило Потому что канадцы Все нам шайбы забили из-под носа Все шайбы с пятака Передача, прострела Там подставление А это уже, конечно, защитники должны были Защитники, нападающие Должны были здесь разбирать своих игроков Ну и, соответственно Не позволять подставлять эти клюшки Ну, говорю, голы просто Все из-под носа Это голы те, которые Мы не должны пропускать Плюс, опять же, если мы говорим Про голы от канадцев Давай спорим Вспомним Матчах, где мы пропускали шайбы Со шведами Мы пропустили Там отыграли С фабулитом выиграли Все Все остальные матчи Мы играли С Оффсоултсейдерами Самым туральным Там 10-1 Мы все восхищались Как же все здорово Смотрим игру с Германией Мы ведем 5-0 После второго периода Начинается третий Ток шайбы Одна залетела в наши ворота Еще две сразу Оп Это три С американцами Первый период Выдержали, не пропустили Во втором пропустили Туда-сюда пошло опять три Дальше смотрим И вот игра с канадцами Только одну пропустили И все Это паника Это паника Это мы не обучены Играть в обороне У нас нет таких топовых защитников Если они есть Их мало очень Чтобы нам удерживать Преимущество Две шайбы С такими грандами Как Канада Ну и другими грандами То есть это просто был Как бы недостаток В наборе игроков В наборе защитников Это недостаток Да В наборе мастерства В наборе защитников Потому что Будь тот Зайцев Если приехал Ну может быть полегче было Опять же Ну кого-то Опять Над защитников Венхеллок Орлов был Ну был Орлов Был Проворов Но все равно Это мало Плюс Орлов Проворов Это не Хедман Да и Строльман Вот о чем мы говорим Пока что Потому что Орлов Орлов Мне понравился И Проворов Мне понравился Чемпионат мира Но конечно Им еще есть куда расти Миронов Он вроде начал Играл в групповой турнир А потом Что-то его посадили Ну как здесь можно Не комментировать Здесь ты хоккей видел Ты тоже смотрел Почему Миронов С таким Неоднозначным Сезоном Оказывается Национальная сборная России У тебя есть какие-то Предположения Да предположения Нет конечно И у меня их нет Мы видели Когда шайба летит В матч с Германией Шайба летит Отбей куда-нибудь В угол Киню Шайбу поставил Руку Улетел И все Что делать Куда ехать В итоге Там две минуты И поехали Нас возить Дело-то не в этом Миронов Может быть Перспективный защитник Но если он сейчас Сборной Не подходит Есть сильнее защитники Есть Сильнее защитники У нас В хоккей Ну вот Оказался в сборной Ну там Колорадо Сейчас Колорадо Поедет Но вот Колорадо Я думаю Что Надеюсь На это Что Покажет Потому что Нашим игрокам Просто Срочно Надо Ввалить Национальный Хоккейный Лиг Когда есть Предложение И там Развиваться Это просто Сейчас Необходимо Мы вот Говорим В преддверии Олимпиады Будем стараться Возвращать Игроков Национальной Хоккейной Лиги Ну Нет слов No comment Да Я уже Читал Твой пост Я говорю Шведы Только игрок Чуть-чуть Себя проявил В своем чемпионате Им заинтересовались Вали туда Вали за океан Играй Развивайся Финны Это финны Сейчас провалили А на кубок мира Они приезжали Они конкретно говорили Мы не едем выигрывать Мы едем наигрывать состав На чемпионат мира Они приехали здесь Они тоже не ехали выигрывать Они тоже Просто Поиграли Наиграли молодежь И об этом Глава Яри Кури Об этом говорит То что Подождите Ребят Подождите Два сезончика Подождите Сейчас наша молодежь Окрепнет И финны Вот таким составом Человек национальный Хоккейный лиг Про канадцев Американцев не стоит Вспоминать Финнов тоже больше А мы все ждем Когда наши приедут Из НХЛ сюда В Россию Когда они усиливают Контитальный хоккейный лиг Кого они усиливают Два клуба Да Да И вот и получается Кого они усиливают На что они приедут Они здесь развиваться будут Нет Там каждая игра И непонятно Нэшел С последнего места Еле-еле Выходит в плов А сейчас уже будет Играть в финале Я надеюсь Что Нэшел выиграет Это то же самое Представьте Контитальной хоккейной лиги Финал Витязь-Адмирал Сможешь это представить? Это класс Это сказка Ждем 2000 Какой там 40-й год Когда может быть Что-нибудь получится Когда У нас сейчас развитие Кузню На Мы готовим Сильный Сильный чемпионат Ну посмотрим Потому что Здесь Когда 2-3 клуба Борется за клубу Гагарина И там Когда из 30 Может выиграть 25-20 Мне кажется Там намного Все это Посерьезнее И опять же Что нам не хватило В игре с канадцами То что Канадцы В своем чемпионате Дам за океаном У них каждый матч Проходит очень напряженно Там в каждый матч Нужно выкладываться Биться Цепляться за эти очки За эту победу У нас не так У нас 80% матчей Для игроков сборной Проходные Поэтому И не хватает Нам чуть-чуть В концовочке И самое интересное Я еще перебью Здесь Потому что Здесь Последние дни Приходилось Много чего читать Слушать Ты скажи Ты рад Что наша сборная Проиграла Канадцы Ну такое Неоднозначное Как неоднозначное Мы проиграли Канаде Кто это может Доволен быть Мы болеем За национальную Сборную В России Просто За нее болеем Мы живем В России И болеем За наш национальный Будет это футбол Когда наши Ходят пешком Но все равно Мы за них Болеем Сейчас Кубок конфедерации Мы их ждем Надеемся Вдруг счастье Вдруг Я не знаю Что-то случится И мы выиграем Ты будешь счастлив От этого Будешь рад Конечно Конечно Все будут рады То же самое Проиграли канадцы Канадцам Плохо Все разочаровались Потому что Хоккей Который мы там Показывали Со словакии Из Италии Всех очень радовал Как мы обыграли Чехов Мертвых Все это Все это хорошо Здесь проиграли Канадцы Я допустим Я недоволен Я хотел Чтобы наша сборная Выиграла Мы об этом говорим Здесь включаешь радио Там Там не то что хает Там кричат Люди Вы там Болельщики Чем вы недовольны То есть Вы сейчас там Критику на знарка Скажите ему в лицо Что сказать Лицо знарку Вот что сказать Лицо знарку Вот я не могу понять То есть Это на всю страну Вот это радио работает И там об этом кричат Вот здесь Вы типа можете Где-то о чем-то говорить А знарку Нет Кто знарку скажет Что ему скажешь Это что Это человек Который на улице Там в метро Семечки торгует Все время Там Торгует К ним можно подойти Это памятник какой-то на улице То же самое Я не думаю Что все довольны Какими-то законами Что у нас Наверх тоже пойдут Все лицо скажут Мы имеем право Выражать свое мнение Это значит Говорят болельщикам Заткнитесь Я не согласен с этим Я считаю То что у нас в России Умеет разбираться Не умеет А разбирается в хоккее Есть люди Которые В нем хорошо разбираются Есть болельщики Которые переживают страны И каждый имеет право Высказываться А вот так вот Затыкать рот Извините Ну это просто Это просто смешно И дико Потому что мы все переживаем За нашу национальную сборную Будь это футбол Хоккей Волейбол Баскетбол И каждый имеет право Я думаю Что имеет свое мнение Андрей Костин спрашивает Как вы думаете Правда ли Что Снарок посылал На три буквы Российский болел Я не знаю Я там не был Я сам не слышал Но у меня были там Знакомые люди Которые были на чемпионате мира И тоже где-то хотели Сфотографироваться С Снароком Но сказать Что сфотографироваться Не получилось Заканчиваем Комплекс вопросов Отвани Иванова Оправдан ли вызов Зуба Что касается Зуба Вообще Просто Я же Артем знаю Когда он еще появлялся Только в системе Амура Я же с ним Он играл за Амурских тигров Потом его начали Вытаскивать В главную команду Так что Еще тогда я говорил Что это очень перспективный Защитник И сейчас я могу сказать Что Картины чемпионата мира Он не испортил Но у нас Даже Мы говорим Про опытность Неопытность Но не получается Ну да Приехал Зуб Картины не испортил Играл Молодец Он играл рационально Играл как мог Некому отдать Через борт Выбросил Есть ближний партнер Отдал Да Потеря на своем пятаке Где-то игроков Но это опять неопытность С этим Артем Еще подрастет Просто набрать Кого еще взять Были там Ажиганов Может было Опытных Того же Зубарева Опытных можно было Где-то найти Но их не взяли Взяли молодежь Хорошо омолодились Так что Если смотрим В плане Как команда Омолаживается Ну хорошо И Зуб Себя более-менее Проявил Киселевич Молодец Сыграл Очень прилично Но это же Не говорит о том Что у нас Уровень обороны Как у сборной Швеции Кого Можешь выделить Из сборной Кто тебя Удивил И кто Наоборот Расстроил Расстроил Травму Мазякина Это первую очередь Что меня расстроило И наверное По персоналям И так понятно Кто Ну Смысл об этом Говорить Что касается Положительства Ну Панарин Панарин Действительно Просто в порядке И наверное К сожалению Чемпионат Национальный Токийный лиг Для него быстро Закончился Быстрое поражение В флоуф 0-4 Панарин в порядке Действительно Кучеров порадовал Но он этот сезон Ванхэл очень здорово провел Как мы сказали Киселевич Киселевич Зуб Да То есть Ну это Мы немного В другом тоне О них говорим Но они молодцы Особенно Киселевич Браво Андронов Который Столько работ Черновой выполнял Столько шайб На себя принимал Столько Рояль носил Так что Наверное Эти игроки Которые действительно Себя здорово проявили Да не удалось Выиграть чемпионат мира Но реальное Наше положение Сейчас таково То что Выше бронзы Мы не можем подняться И здесь не надо Из этого Да Делать трагедии Надо развиваться дальше Думать Как развивать Наш хоккей И выводить Он такой уровень Чтобы мы могли Приглашать Две суперкоманды Из национальных хоккейной лиги Даже из КХЛ Образом Если здесь КХЛ Будет как НХЛ Пока этого не можем Поэтому бронза Это наша медаль И парни ее выиграли Так что Здесь Никакой трагедии Делать не стоит Задавайте свои вопросы Сергею Борисову А он На них Развернуто Ответит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok